Утраченный рай Христос победил смерть, и теперь каждый, кто последует за Ним, сможет наследовать жизнь вечную. Воскресение Христова запечатлевает победу над грехом и возвещает освобождение людей от власти зла в вечной смерти. Христос своими страданиями и своей крестной смертью восстановил утраченную красоту, истину и добро. Теперь, следуя по пути Христа, человек имеет возможность вернуть эту истину и в свое сердце. И сейчас Господь призывает нас, и зримым образом являет себя, как это произошло в Ельце, когда над городом воссиял крест, на котором Господь в который раз распинается за нас. Субтитры подогнал «Симон» «Надо Господа славить нам всем. Для этого мы и живем. Господь – это любовь, это целитель наш, который за нас пострадал, который из нас свою душу отдал, свою жизнь отдал на мучения. И народы это должны знать. Когда Господа Иисуса Христа распяли, и Он когда воскрес, Он нам дал новую жизнь, другую жизнь. До этого, конечно, жизнь была у нас такая. Когда человек умирал, он был в аду. На погибель все люди шли. После того, как Господь Иисус Христос воскрес, Он нам спас жизнь этим. За наши грехи Он свою душу отдал, свою жизнь отдал. И когда Он воскрес, сделался ад и рай. И наши души спасаются после этого случая. Так что мы это должны знать и ценить. И мы должны благодарить все время Господа за это. И вот, чтобы вот это все знать, для этого Господь призывает нас всех. И оказывает нам дорогу ту, по которой мы должны идти. И вот, одна из них, вот я вот, как Он меня поставил на Божий путь, и на Божью дорогу, и на спасительный путь. Конечно, раньше я этого не понимала, как все остальные люди, ну так же, как и все мирские люди, как надо жить, чего надо, как надо делать. Не читала никогда церковные книги, не читала никогда ни заповеди Божьи. Единственное, что я знала, это, как мои родители, моя семья вся была православная, и нас учили со страхом Божьим жить. Конечно, в то время в церковь так не ходили, и когда вот было запрещено отходить в храм, про Бога даже говорить, мы в такое время же воспитывались. Но нас дома учили, что вот со страхом Божьим надо жить. Все, что мы делаем, все, что мы говорим, Господь видит и слышит. И вот это я знала. Была я крещеная, конечно, мы все крещеные. В храм я заходила по воскресеньям, вот зайду, свечку поставлю и уходила. На службах не стояла и никогда не исповедалась, не причащалась, не знала, что это даже такое. Со страхом Божьим жила и считаю, что Господь это знал и видел. И вот Он попустил мне очень тяжкие болезни. Как я сейчас уже это понимаю, что Господь нас от всего спасает, да? Он нам плохого ничего не делает, Он наоборот наш Бог, наш Спаситель. Но по грехам Он нам попускает всякие болезни, всякие испытания. Я сильно заболела и не отказались почки. Врачи меня спасали, как могли, очень. Одну почку мне удалили, вторую почку мне несколько раз перерывали. Но я все время чувствовала какую-то силу около себя в течение вот этой болезни. Но не могла понять, что это такое. Я не боялась, что я умолю. И вот последний раз, когда мне прооперировали, это было на Пасху. И это тоже непросто. Смотрю, моя душа отошла от тела. Вот так я немножко поднялась, и вот эта сила, которая со мной была, это был ангелохранитель. Он мне говорит, посмотри. Я смотрю, на операционном столе лежит мое тело, как пустой халат, вот кинешь на кровать. И я так удивилась, думаю, что это я удвоилась, что ли. А сама я сверху вот смотрю на это. Я не понимала, что происходит. И врачи там возятся. И когда я вот это увидела, и потом, в общем, этот миг тронулась наверх, душа моя. И лечу наверх, очень сильной скоростью. Лечу и вижу, как я лечу, да, вот эта душа вот эта моя. Душа это была такая вот, беленькая-беленькая, как кишочек, легкая, размером, как вот туман, как облако бывает, только не очень большую. И вот я лечу, лечу и с такой скоростью усиленной. В один миг я приземляюсь на землю. Земля не такая, как у нас вот на земле, вот где мы ходим. Куда я попала? И там вот, где я приземлилась, там дороги не было. Ни дороги, ни тропинки, ничего. Там было так вот, бугорки, вот такие вот, когда вот огород вспахают, и потом на него трава вырастает. Вот невозможно было на него ходить. Но мне надо было на нем идти, как мне показывали. И вот я иду. Очень было мне тяжело идти по этой, даже не знаю, как ее назвать, по этой траве. Я спотыкалась и падала, а потом вставала и опять и шла. Вот так я не знаю, сколько я прошла. Там времени же я не знала. И главное вот этому миру, вот это вот, где я ходила, этому вот конца не было. И мы, я вот дохожу до какого-то определенного места, да, мне вот сверху голос все время был, голос с правой стороны, что вот сейчас мне надо пройти через тунель какой-то. А тунел это как темное, в общем, там, как труба. И я так боялась туда заходить, но мне этот вот голос говорит, не бойся, я с тобой, ну, надо тебе это пройти. Я зашла в этот тунель, там было очень темно и страшно. Долго я шла, конечно, встала доходить до конца, и оттуда оказался свет яркий-яркий. И я так обрадовалась, я думаю, уже все. Ну, думала, с ночи утро стало. И вот когда я выхожу оттуда, да, глазами же ничего не могу увидеть, так сверкает все. И я слышу голос женский. Она мне говорит, Люба, здравствуйте. И я когда глянула, стоит женщина. Видела эту женщину. Невисокого роста, полненькая такая женщина. Вот только у нее с головы слехом на плечи. И она ко мне идет, а я к ней. Я же обрадовалась, что наконец-то человека я встретила здесь. И она мне говорит, меня прислали за тобой. И пошли. А я ее спрашиваю, я говорю, куда же мы идем? Она говорит, ну, это потом узнаешь. А сейчас надо идти к тебе со мной. В общем, я очень трудный путь вот это. Тяжело мне было. Но она меня вела. Я падала, она меня поднимала и ведет меня. Сколько-то мы прошли. И я в одно время, когда мы с ней идем, и глянула, и увидела много людей. Весь народ, по-моему, все там были. Это когда...